Привет, вы на канале SEO Quick, слушаете наши подкасты и сегодня тема, которую мы хотели бы обсудить, это актуальные факторы ранжирования на 2021 год, на осень, после отгремевших апдейтов. И конечно же для тех, кто в теме, для них этот подкаст скорее всего покажется вполне себе обыденным и особенно, ничем не отличающимся, но для новичков и однозначно тех, кто пытается выпрыгнуть в поезд SEO, это будет свежая и актуальная информация. И конечно же мы посмотрим соответствующую статейку, которую написала Анна Кроу, где они разобрали топ факторов ранжирования. И я процитирую, какие факторы ранжирования выделяются без, правда, определения конкретного приоритета. Первое, это высококачественный контент. Второе, это мобильная версия. Третье, это Page Experience, то есть то, что касательно является удобства пользователя. Отдельный новый отчет, который появился в Google Webmaster. Также у нас находится Page Speed, то есть скорость загрузки, нахождение в зеленой зоне на фоне конкурентов. Это то, что приветствуется, поэтому нужно очень тщательно смотреть, какой Page Speed у конкурентов и следить за Page Speed, собственно. Здесь это то, на что вы должны обращать внимание. В противном случае у вас будут проблемы. Например, вы таким образом можете с легкостью проанализировать все Page Speed разных сайтов в вашей выдаче при помощи нашего тула Audit Sight. Просто вставьте сюда все в этот тул все сайты, которые вам нужно проанализировать, например, скопировав ссылочки из топ-10 и проанализируйте Page Speed. И посмотрите, на каком вы месте, насколько вы отстаете от конкурента. Это действительно сделать очень просто и легко. Итак, давайте пойдем по основным показателям, про что нужно говорить про высококачественный апдейт. Непосредственно относительно апдейтом Panda, Fred, мы знаем то, что качество контента является важным. Сейчас качество контента мониторится разными алгоритмами. Сейчас практически нельзя писать статьи без авторства. Это мы все знаем, нельзя писать слова, в которых просто бессмысленный текст. Это ничего нового. Но что новенькое появилось? Теперь непосредственно помимо аналога RankBrain, который определяет естественность тех или иных страниц, очень важно выделился пунктик использования ключевых слов. Проработайте семантику для вашей странички и проверьте, находятся ли те или иные слова в вашем контенте. Почему? Потому что мы замечали, что Google любит подсвечивать найденные слова в теме. Да, он не может их склонять, делать, подбирать подсинонимы, это не спорю, Google алгоритм в этом плане работает очень четко. Поэтому всегда ищите нужные ключевые слова и дополняйте свою страничку. И очень важный показатель, про который все забывают, ваши странички не вечны, поэтому обновляйте свои странички. То есть есть такое понятие как fresh-контент. Да, то есть вы так и найдете это употребление fresh-контент. Контент, в частности статьи нужно обновлять каждый год, даже обновить дату, дописать абзац, все что угодно. Любой контент нужно обновлять для того, чтобы он не отвалился в прошлое. Поэтому очень важно заняться, если у вас проекты более года, обновить старые статьи, пройтись контент-менеджером, прообновить даты, подописывать каких-то парочку абзацев, какой-то актуальный контент кинуть на сегодняшний день. Второй момент, это мобильный индекс. Конечно же, да, mobile first, это все знают, что должен быть хорошо иметь мобильную версию, поэтому здесь мы не будем останавливаться. Но очень важный показатель, это мобильная юзабилити. Здесь действительно не просто нужно иметь мобильную версию, она еще должна быть удобной. Пользователь не просто должен ее видеть, он должен совершать в ней определенные действия. То есть ему должно быть легко почитать ваш контент, посмотреть ваш контент. И на прошлых видео я рассматривал примеры сайтов, которые совсем плохо работают с контентом и не умеют делать мобильные версии. И делали странички, у которых таблицы не прокручивались, либо картинка заслоняла в мобильной версии, а в десктопе нет, текст наслаивалась и тому подобное. Поэтому в мобильной версии еще очень важно придерживаться юзабилити. По поводу Page Experience. Да, собственно UX классический, который мы делаем, здесь на самом деле вы должны понимать, что вам нужно. Что нужно внедрить для того, чтобы ваша страничка имела высокие показатели по Page Experience. Постарайтесь поработать над вашей страничкой, над тем, чтобы в ней не было никаких проблемных элементов. Поэтому, если мы вернемся к проблеме юзабилити, проблема юзабилити кроется в том, что многие не уделяют на это денег и времени. Постарайтесь уделить юзабилити действительно больше усилий, потому что 38% перестает взаимодействовать с сайтом, если находишься контент, его не привлекателен и не интересен. И поэтому они пускают взаимодействие с вашим сайтом. Обратите внимание на то, что некоторые компании могут увеличить просмотр страниц просто за то, что обновили контент и добавили кнопочки. Да, добавление call to action кнопочек может увеличить. Так вот говорит Main Street Post, это рекламное агентство, для страничек адвокатов увеличила на 66% кликабельность этих страниц, а Ezoic компания увеличила доход на 186% после улучшения юзабилити. Крупнейшая компания тратит огромные деньги на юзабилити и поэтому этот момент я бы не проходил мимо. Очень важно уделить внимание в архитектуре вашего сайта, то есть его структуре, логике его урлов, логике контента, по которой он расположен. Отлично архитектуре помогают хлебные крошки, грамотная архитектура каталога, навигация по каталогу. Старайтесь придерживаться логики не только слепо верьте, семантика, придержитесь и определенной логики разбивки категорий. Объединяйте категории по логическим группам, чтобы пользователь легко мог найти. Например, если вы продаете холодильники, он знал что-то искать в крупной бытовой технике и тому подобное. Если у вас действительно нет ничего другого, кроме холодильников, то не создавайте категорию крупной бытовой техники. Логика архитектуры тоже очень важна, не создавайте лишних элементов, которые затруднят выбор пользователю. Следующее, конечно, что нужно иметь, конечно, это HTTPS. Сейчас сайтов без HTTPS в выдаче попросту почти нет. Многие сайты в коммерческой выдаче без HTTPS просто выпали. Поэтому мы рекомендуем вообще не заморачиваться и не задумываться о том, что нужен вам или не нужен. Он вам нужен. По поводу HTTPS у нас на сайте есть хорошая статья относительно протокола этого, какие его бывают виды. Поэтому вам нужен HTTPS и в зависимости от того, будут у вас поддомены или не будут у вас поддомены ранжироваться, вам нужен разный HTTPS. Вот больше вы других вопросов задавать на этот момент не должны. Следующее, что вы должны понимать, это некий апдейт, который называется AdExperience. AdExperience это апдейт, посвященный о более качественной рекламе, более качественных предложениях и здесь вводятся определенные стандарты для рекламы. Если вы размещаете рекламу на своем сайте, вы должны придерживаться этих стандартов и для паблишеров вводятся определенные ограничения, как нужно это делать. По поводу PageSpeed. В PageSpeed очень важно, что действительно крупные компании растут на дрожак, потому что очень внимание уделяет своему PageSpeed. Мы смотрим, правда, что некоторые магазины иногда не успевают оптимизировать свой PageSpeed, но первое место приносит гораздо больше трафика, чем второй и третий. Поэтому фактор ранжирования, это скорость загрузки, действительно высокий. Если вы не будете ему уделять время, вы очень сильно потеряете и потеряете, конечно же, в деньгах. Поэтому уделяйте внимание скорости, каждый месяц пересматривайте актуальную скорость, смотрите, какие страницы вас тормозят, тянут на дно и дорабатывайте. Также не забываем про обновление, конечно же, метаданных. Метаданные, on-page SEO, заголовки, структура, микроразметка, это все входит в этот on-page SEO-классик. Здесь нужно очень грамотно по семантике распределить заголовки, очень важно правильно по контенту их расположить, но и не забыть про микроразметку для разных типов страниц. И не стоит об этих вещах никогда забывать. Поэтому типовые страницы, которые должны давать вам стабильный органический трафик, должны быть четко оптимизированы. Если же это страницы категорийные и шаблонные, уделите им тоже внимание. Поэтому я бы в первую очередь обращал внимание на все, включая метаданные и другие микроразметки. Это ваш костяк on-page. Для того, чтобы получать расширенный сниппет, вы должны уметь грамотно составлять контент. Следует помнить, что для определений 230-240 знаков абзац это идеально. Это же касается таблиц, которые составят из двух колонок. И это же касается списков, которые содержат не более 8 элементов, которые, в принципе, легко ловят расширенный сниппет. Здесь вы можете сходить посмотреть мой вебинар на канале Сиво без воды, где я про это детально рассказывал. Поэтому уделяйте внимание относительно того, что вы будете делать относительно получения расширенных сниппетов. Ну и, конечно же, старайтесь зарабатывать качественно ссылки. Ссылки, во-первых, должны быть авторитетными и одновременно релевантными. Нельзя, чтобы на вас ставили ссылки просто низкого качества. Это эффект не дает, что бы ни говорили другие SEO-шники. А для того, чтобы двигать свой белый и пушистый бизнес, вам нужно уделять этому, в первую очередь, огромное внимание. И в 2021 году на первое место среди факторов ранжирования выходит локальное продвижение. Локальные ключи растут, как на дрожжах. Об этом я записал соответствующее видео. И у нас есть действительно большой плейлист, посвященный как раз именно продвижению локального бизнеса. И любые бизнесы, которые имеют локальные представительства, сейчас очень сильно запереживали, потому что локальному продвижению не уделяли внимание. Ведь локальным продвижением важно иметь не только сайт, в котором указаны контактные данные, но нужно еще присутствовать на сервисах агрегаторов Google карт, агрегаторов отзывов, где вы будете получать релевантные отзывы, релевантную информацию. Также нужно неплохо и уделять внимание соцсетям, где тоже есть геолокация, и тоже нужно уделять внимание контенту в них. Да, на самом деле мы заметили, что наличие соцсетей тоже позитивно сказывается на продвижении. Ну и конечно же очень важна близость, и здесь работает механика сетки филиалов, почему люди открывают представительство рядом, почему люди стараются открыть организацию поближе, если высокая доля конкуренции там, то есть стараются зацепить как можно больше мест, где можно поймать трафик. Ну и самое интересное, это конечно же развернутый алгоритм с 2018 года, это EAT. Сейчас все, что касается EAT, просто как азбука для сайта, если вы это до сих пор не внедрили, у вас будут падения позиций. И мы часто сталкиваемся с сайтами, для которых EAT это до сих пор еще пустой звук, поэтому рекомендуем почитать материалы у нас на сайте про этот фильтр, про этот алгоритм, который повлиял на ранжирование, очень сильно порезал сайты. У меня в кейсе по медицинской про движение сайтов, он более детально расписан, также постараюсь ему посвятить отдельные ролики. Этот алгоритм имеет тоже определенные чек-листы, которым нужно, можно если придерживаться, прекрасно вытащить свой сайт и поднять его на высокие позиции. По поводу других факторов ранжирования, на этом сегодня все, их много, у гуглов их десятки тысяч этих факторов ранжирования, но ключевые, которые мы с вами сейчас обсудили, они являются действительно важными и вокруг них вы должны строить свое продвижение. Составляйте чек-лист основываясь на них, прорабатывайте план-стратегию, если же вы занимаетесь сайтом всего лишь и с этим столкнулись впервые, вы всегда можете обратиться к нам, мы с удовольствием составим вам стратегию и по ней продвинем ваш сайт. Если же вы впервые вообще начали понимать, что такое SEO, начали интересоваться и впервые слушаете этот подкаст, то скорее всего я порекомендовал вам почитать несколько статей про факторы ранжирования, которые написал у нас на сайте. Не забывайте подписываться на наш канал, задавайте вопросы у нас в телеграм-группе, следите за нашими обновлениями на youtube канале и до новых встреч!